Высокопоставленные представители из более чем 40 стран, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие авторитетные гости обсудили новый мировой порядок после COVID-19. Выступая на открытии глобального Бакинского форума, президент Азербайджан Ильхам Алиев рассказал о том, как страна ведет успешную борьбу с пандемией и какой вклад вносит в глобальные усилия. Мы вакцинировали порядка 60% взрослого населения, открыли 13 новых государственных больниц с четырьмя тысячами койко-мест. Сейчас пандемия находится под контролем, нужно лишь носить маски в закрытых помещениях. Мы предприняли серьезные меры для преодоления сложностей, которые появились в следствии ограничений. В 2020 и 2021 годах мы подготовили пакеты социальной поддержки для тех, кто потерял свои рабочие места из-за локдаунов на сумму в размере 2,9 миллиардов долларов США. Президент сообщил, что в стране в основном применяются вакцины производства Синавага-Файзер. Уровень вакцинации в стране достаточно высок. Азербайджан также выступает за равномерное распределение вакцин во всем мире. В качестве председателя движения неприсоединения Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам. Азербайджан предпринял активные шаги на глобальном уровне, будучи председателем организации тюркоязычных государств и движения неприсоединения. В прошлом году мы провели две встречи в мае и апреле, и там обсудили вопросы, связанные с COVID-19. На саммите движения неприсоединения мы выступили с инициативой провести специальную сессию. Генассамблея ООН и наша инициатива была поддержана подавляющим большинством. Встреча на форуме выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебриесус, который подключился к мероприятию дистанционно. Он поблагодарил Азербайджан за оказанную финансовую помощь ВОЗ и особо отметил шаги, предпринятые страной для консолидации усилий по борьбе с пандемией, в том числе в рамках движения неприсоединения. Пандемия продемонстрировала большую значимость солидарности и принципы многосторонности для того, чтобы противостоять глобальным угрозам здравоохранения. Страны с большим доходом вакцинировали почти две трети своего населения, как минимум одной дозой, в то время как в странах с низким доходом вакцинировались менее 5%. Это недопустимо. ВОЗ нацелена на то, чтобы вакцинировать 40% населения во всех странах мира к концу этого года и 70% к середине 2022 года. Тедрес Адханунги Бресус также отметил, что от пандемии не застрахованы даже самые развитые страны. Пандемия коронавируса показала, что вопросам здравоохранения всегда следует уделять особое внимание. Мы должны увеличить финансирование сферы здравоохранения в целом, отметил гендиректор ВОЗ. Эсмир Алиева, СБСИ.